Приветствую вас. Во-первых, нужно сказать, что я думаю, вы пока не очень хорошо себе представляете то, что вы будете конкретно говорить своим родителям. То есть, ну, о чем вы будете им говорить? Вы просто пока этого, на мой взгляд, не видите в полной мере. С чем это связано? Ну, вы говорите, я стал именивый, неорганизованный, набрала долгов, скоро отчислят. И это все следствие, по факту. Вот. Меня интересуют, конечно, не следствие, меня интересуют причины, вот, меня интересуют основания. Ну, вот, ваше основание именно, вот, того, что с вами произошло. Из-за чего вы стали ленивый? Почему вы стали ленивый? Что произошло? Вы решили, что вам не нравится то, на кого вы учитесь. Вы решили заниматься чем-то другим. Вы учитесь для родителей, а не для себя. То есть, тут достаточно много нюансов есть, на которые нужно обратить вам свое внимание. Я бы сказал, что без этих нюансов говорить что-либо родителям действительно как-то странно немного, действительно как-то непонятно, что говорить родителям и так далее. То есть, пока вы сами не понимаете, что, собственно говоря, происходит. Так вот, да, может быть, может быть, может быть, этому мешает чувство стыда. Ну, вот, с вашей стороны. То есть, именно то, что вы стыдитесь, именно, вот, ваше непринятие своих, ну, своих желаний, да, своих чувств, своих эмоций. А здесь играет достаточно важный урок. Поэтому, в первую очередь, я бы поработал с чувством стыда. И, значит, помог бы вам от него освободиться. Точнее, понять, для чего он вам нужен, для чего вам нужно чувство стыда. Дальше. Следующий важный момент – это, на мой взгляд, проработка детско-родительских отношений, потому что вы к своим родителям относитесь, мягко говоря, не очень хорошо. Не в том плане, что вы должны относиться к ним лучше, а в том плане, что их мнение, их, ну, отношение к тому, что вы делаете, существенно на вас влияет. Это, конечно, недопустимо. Вот. То есть, ну, такая вот позиция, она недопустима. Если мы, опять же, хотим, да, ну, жить, ну, адекватно. Если мы хотим делать то, что нам нравится. Вот. И так далее. То есть, сейчас ничего этого сделать вы не можете, потому что озабочены тем, как родители отреагируют на ваше, ну, на ваше вот поведение, да, на ваш выбор какой-то. И, соответственно, конечно же, в этом может быть для вас проблема. Следующим важным моментом может быть предложение на место того, что… вы сейчас щипяете для себя важно чего-то другого. особенно, я имею в виду виду возможность, ну, возможность предложить родителям какое-то, скажем так, как альтернативное решение, да, возможность предложить родителям своё видение ситуации и своё видение вашему будущему, потому что родители, я думаю, беспокоятся именно по поводу вашего будущего, их беспокоят то, как вы будете дальше жить, и здесь, конечно, нужно понять и родителей, и нужно понять вас, и важно это провести в определенную гармонию, с одной стороны, показать, что с точки зрения родителей учитывается, но и ваша позиция, позиция тоже важна. Вот, вот примерно такой план. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи, я надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Дай был сказать, что нет никакой волшебной фразы, которую вы смогли бы сделать так, чтобы родители поняли вас. Они либо поймут, либо нет, они либо понимают, либо нет. Лично чтобы они понимали, чтобы они поняли, или хотя бы приняли то, чего они понимали. Нужно ваше неконфликтное, спокойное, уверенное в себе поведение. Сейчас, пока вы испытываете чувство стыда, это невозможно. И если вы своим родителям что-то скажете, они почувствуют, что вы сидитесь, и соответственно отреагируют. Поэтому, поэтому так важно заняться в психотерапии. Удачи вам!